Эти добрые люди Эта империя просуществовала чуть более 200 лет. С точки зрения ее значения для китайской истории, она весьма и весьма важна. Западная Хань. У меня сегодня в гостях историки Марк Ульянов и Артем Комсев. Добрый день. Здравствуйте. Марк Ульянов родился в 1966 году в Москве. Выпускник Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете. Кандидат исторических наук. Доцент. Заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки. Автор переводов и комментариев по истории древнего Китая. Артем Кобзев родился в 1953 году в Москве. Выпускник МГУ. Доктор философских наук. Профессор. Заведующий сектором идеологии и культуры Китая Института высоковедения Российской Академии Наук. Декан факультета гуманитарных наук МФТИ. Автор книг публикаций в том числе. Философия китайского неоконфоцианства. И учения о символах и числах в китайской классической философии. Поскольку наша прошлая передача была достаточно давно, Может быть, стоит напомнить значимость самого этого слова «хань», которая стала настоящим этническим самоназванием китайцев. Китайцев много разных названий, и, кстати, в наши дни полемика о названиях китайцев вдруг вновь оживилась в связи с новой фазой отношений между Китаем материковым, то есть КНР, и Тайванем. Одни настаивают на традиционном всем известном обозначении «джунго», то есть «срединное государство». Как видно из этого названия, оно не связано с этнической характеристикой. Скорее, это такая политическая и стариасовская категория. А другие, то есть тайваньцы, они предпочитают древнее название «хуа», которое имеет значение цветение, расцветение, расцвет, вот, кстати, это слово здесь прозвучало, которое имеет тоже оценочную характеристику. Значит, вот мы имеем два названия для китайцев – «хуа» и «джунго». Оба очень приятны для носителей, потому что они говорят или о центральном положении в мире вообще, и, соответственно, системе подчинения, ну, как минимум культурного, а может быть и экономического, или о том, что это самая прекрасная страна в мире. Ну, есть еще одно название – «ся», которое относит китайцев к древнейшей, с точки зрения традиционной историографии, форме цивилизации или династии «ся», которая привносит смысл «самое древнее», значит, тоже самое прекрасное. Ну, вот, в отличие от всех этих терминов, термин «хань» – он нейтрален. Но если посмотреть на китайскую историю, то не такой уж он и нейтральный, потому что эпоха была прекрасной, это одна из вот таких замечательных, чудных китайских династий. В конце имперского периода, то есть при династии Тинь, иноземной династии, когда Китай находился под властью маньчжуров, вдруг умами китайских ученых овладело учение, которое называлось у них «ханьсьве» или буквально «ханьское учение». То есть Тиньцы, которые были ориентированы на то, чтобы быть большими реалистами, чем сам король, и сохранять в большей степени китайские культурные ценности, чем, может быть, даже сами китайцы, потому что они были неофитами в этой сфере, это частый случай, они вспомнили как о самом лучшем, настоящем, именно о династии Хань. И наука возвращалась к восстановлению тех научных стандартов, которые тогда были выработаны. Ну вот, а что вообще было выработано? Да всё, честно говоря, было выработано, всё основное, характеризующее китайскую имперскую жизнь, было выработано именно тогда. Историческое время у китайцев, и это всё было именно теоретически разработано в эпоху Хань, воспринималось как включённое во время космическое. И поэтому за хронологию, за время отвечали те, кто потом стали историками. Вот вы сейчас перевернули часы. Но к этому у меня возникла тут же ассоциация, что именно в эпоху Хань китайцы изобрели и сложные солнечные часы, со сложной системой разграфления на 100 частей суток. То есть, такой вот сложный гноман. Гноман, естественно, существовал раньше, но вот приобрёл он форму часов именно в эту эпоху. И даже упоминавшийся мною такой фундаментальный астрономическо-математический текст, опять же, написанный в эту эпоху Джоу Би, тоже посвящён вот этому прибору, гноману или солнечным часам. И тогда же были созданы первые водяные часы, которые настолько усложнились потом, что уже, значит, по прошествии тысячи с лишним лет на вот этом водяном приводе была такая сложная конструкция построена, что одновременно это были и часы, и небесная армиллярная сфера, и вообще масса всего, и небесный глобус. И, кстати сказать, вот эти сложные механизмы, которые тогда начали производиться и разрабатываться, благодаря, кстати, сложным социальным структурам, которые позволяли это делать, привели к тому, что вот и механические-то часы, тоже, по-видимому, Европа позаимствовала из Китая. То есть вот этот вот свет далёкой звезды идёт оттуда. Вот в предыдущей эпоху, о которой мы много говорили, эпоху Тинь и до неё, вот была создана такая крупная энциклопедия под названием «Люйши Чунцю», то есть «Вёсны осени господина Люя». Вот термин «Вёсны осени» у нас тоже означает некоторое историческое сочинение. Это китайское обозначение летописи. Но, с одной стороны, это трактат исторический, с другой стороны, он формально и по существу фигурирует в китайской культуре как трактат энциклопедический. Ну, при его публикации автор предложил тысячу золотых за тому, кто добавит или убавит хоть один иероглиф. То есть вот это образ полноты содержания. Так вот, в нашу-то эпоху, о которой мы говорим, появился аналог этого трактата, текст Хуайнайнзе, который копировал или подражал вот этому тексту «Люйши Чунцю», то есть был некоторым альтернативным вариантом. И, с одной стороны, предлагал историческую концепцию, с другой стороны, выступал как энциклопедия. То есть китайская мысль после периода борьбы ста школ в эпоху Джоу, в эпоху борющихся царств, она направилась в два русла – создание энциклопедий и создание, значит, исторических трактатов. Потом энциклопедии пошли, опять же, на мировые рекорды, крупнейшие были созданы уже в средние века, и продолжалось историописание. Вот, значит, два текста позволяют реконструировать то, что происходило тогда. Шидзи с уклоном в историю, и Хуайнальдзе с уклоном в науку энциклопедизм. Хань – это знаковая эпоха для Китая, да и для мира, наверное, в контексте контактов с Китаем в целом. Ну, вот, как бы, что же такого знакового? Это был какой-то китайский ренессанс? Ну, можно говорить и об этом. Мне кажется, что, действительно, здесь очень важно вспомнить и некоторые события политической истории, чтобы описать общий ход исторического процесса в этот период, и более чётко показать, почему именно на это время приходится действительно и становление и расцвет государственности, который повлёк за собой и расцвет культуры, да, общественной мысли и так далее. Ну, напомню, что сам период Западная Хань, или как его принято называть, Империя Западная Хань, хотя с этим названием тоже можно немножко поспорить, потому что Империя возникает не с самого начала существования этого государства, в 202 году до нашей эры. Да, и Западная Хань, государство, да, существует до восьмого года до нашей эры, когда к власти на некоторое время приходит представитель родственников по женской линии, о чём, я думаю, будем говорить уже в будущем, что само по себе является очень интересным историческим феноменом. Но в силу ряда обстоятельств представитель семьи Ван, да, Ван Манн не смог удержать власть, и в этом отношении его судьба будет похожа на судьбу Бориса Годунова, и к власти снова придёт династия Лю, то есть, да, фамилия Лю, династия Лю. Возникнет в 25-м году государство Восточная Хань. Есть буквально одно слово, почему же есть Западная Хань, а есть Восточная Хань. Ну, напомню, что это связано с месторасположением столиц государства. И Любан, первый император, первый правитель этого Западной Ханя, о котором мы говорили в прошлый раз, он воссоздаёт столицу в той области, где она находилась в предшествующие исторические периоды, и Западная Джоу, и Цинь, да, связанные с царством Цинь и именем Цинь-Шухуана. Гао-Дзу – первый император государства Западная Хань. Родился в 247-м году до нашей эры. Известен по личному имени Лю Бан. Пришёл к власти в 202-м году до нашей эры и был на троне до своей смерти в 195-м году до нашей эры. Правление Цинь-Шухуана был волосным начальником. В период борьбы за циньское наследство – одним из военачальников. После падения империи Цинь получил титул Хань-Вана. Лю Бан лишь в целом сохранил территориально-административное деление циньского времени, но при этом раздал в качестве самостоятельных владений угодья своим соратникам и родственникам, что в будущем привело к большому числу конфликтов. Если сказать вкратце о политической истории, то здесь период длительный, да, это 200 с лишним лет. И вспомним, что европейская история – это время, которое приходится на существование Римской империи, Римской республики, извините, да, в период её расцвета, где-то в синхронной Второй панической войне, Македонским войнам, да, потом последовало взятие и разрушение Карфагена и правление Ванмана – это примерно время правления Октавиана Августа, то есть создания уже Римской империи. И здесь тоже небезынтересно обратить внимание на синхронность исторического процесса в разных частях Старого Света, восточной и западной. Да, мы видим одни и те же тенденции к консолидации, да, к власти, созданию крупных империй. Другое дело, что они разные по своей, может быть, типологии, да, но это уже какая-то специальная тема. И вот на прошлой беседе мы осветили достаточно подробно первый период – это правление собственного создателя этого государства Любана, и говорили о перипетии, да, связанной с его приходом к власти. Да, мы говорили о борьбе, о кризисе Цинь, о борьбе внутри элиты другого царства, царства Чу, да, расположенного в Южном Китае, в бассейне Хуа Янзы. И с первым периодом было связано, в общем-то, династический кризис очень сильный, который привел фактически к гибели, да, этого первого правителя Любана. И попыткам, опять же, родственникам по женской линии, это будет, наверное, один из литмотивов всей западно-ханьской истории – межродовая борьба и попытка родственников по женской линии прийти к власти, перевести стрелки, да, из, вот, собственно, династии в свой род. И закончился первый период правлением старшей жены Любана, фактически Люи Тайхоу, да, и это время 187-180 год. Здесь, в общем-то, она была буквально в двух шагах от власти, поскольку, собственно, официально не являлась правительницей, а в это время правила два императора, имена которых фактически неизвестны, события, связанные с их правлением, тоже неизвестны, но мы знаем, что они принадлежали уже второй, по крайней мере, к семье Люй, то есть женской, да, и была попытка вот сделать из них царей. Но родственники по мужской линии из семьи Люм все-таки консолидировались, договорились с местными элитами, и Люи были отброшены. И, собственно, начинается вот следующий период, собственно, западно-ханьская история. Начало становления империи, да, связано с именами второго, не старшего, а именно второго сына из оставшихся Любана, который правил как император в Инди. Это время очень интересное, когда как раз происходит консолидация земель, что мы помним, что при Любане власть центральная фактически ограничивалась границей, границей столичной области, то здесь влияние расширяется. Но империи как таковые еще не созданы, потому что, собственно, за пределами столичной области мы видим отдельные владения, да, которые принадлежат старшим, рост потомков, братьев Любана, там, потомков других сыновей и так далее. И они фактически самостоятельные правители. Поэтому об этом периоде, может быть, чуть позже тоже имеет смысл сказать подробнее. Интересно, в нем закладываются основы будущей империи. А дальше уже правление императора Уди. Это отдельный период, он правит около 56 лет. И, собственно, вот на это время, да, это 140-е, 187-е годы, и приходится создание того, что мы называем западно-ханьской империей. И именно в это время, вот совершенно справедливо, да, Артем Игоревич упоминал Самоцянь, исторические записки. Самоцянь был придворным историографом, и его труд – это апофеоз империи, да, и важнейший идеологический трактат, посвященный, да, объяснению современникам, что такое империя, и рассказу о том, что похожий тип государственного образования возник в самом начале китайской государственности. Ну, речь, естественно, пойдет о мифе и легендах. Цинь-Шихуа собрал землю китайскую, потом все рассыпалось. Здесь это какой? По счету этап собирания земли китайской. Ну, да, фактически второй или даже третий, потому что хочется сказать, что, напомнить точнее, мы об этом говорили, что все-таки Восточная Азия – это отдельный, ну, так сказать, регион, да, который состоит из своих частей, как-то приходилось называть, шесть отдельных частей. В этом отношении его можно сопоставить, наверное, с привычным для нас регионом Плодородная Дуга, да, где есть бассейн Нила, где есть Северо-Палестинский регион, и Месопотамия, да, бассейн рек Тигра и Ефрат. Вот Китай – это включает в себя и Долину Нила, и Северо-Палестинский регион, во всем его многообразии, да, и сложности, и Месопотамию. Поэтому, когда говорят вот о собирании, здесь есть и элемент немножко искажения, картина, да, историческая, потому что речь идет о завоевании и именно создании империи в том смысле, в котором империю создавали и ассирийцы, да, в VII веке, и потом империи Ахименидов и Александра Македонского, держава, да, и потом Римская империя, когда включается в одно государственное образование территория, расположенная в разных вмещающих ландшафтах, в бассейнах разных рек, населенной совершенно разными этносами, с разными культурными традициями. Собирание земель и распадение – это не характеристика данной эпохи. Это некий универсальный закон китайской истории. – Моя эпохи. – Совершенно верно. То есть, причем, который реально осуществлялся в будущем, вот в последующей эпохе, и с помощью которого интерпретировалось прошлое, включая мифологизированное, мифическое или в какой-то степени реальное, это сейчас уже трудно судить. То есть, вот если посмотреть вокруг той эпохи, о которой мы говорим, то консолидации Цинь-Шихуана предшествовала эпоха борющихся царств, то есть, такого квазифеодального распадения. – Парат суверенитетов. – Да, а до этого, значит, была реальная или номинальная империя в начале эпохи Джоу, западная Джоу, а до этого была империя, ну, насколько, там, империя Шан-Инь, то есть, некоторые, в китайской терминологии, во всяком случае, то есть, некоторые тоже централизованное государство. А после, рассматривая нами эпохи Хань, начинается эпоха Троецарствия, еще большего количества царств. То есть, вот центробежные центры стремительной силы в истории Китая все время борются, и он переходит из одной фазы в другую. Это во-первых. Во-вторых, тут от этого общего закона к некоторой частной детали. Вот Маркевич тут сказал о том, что вот действительно выдающийся, просто о нем надо будет специально поговорить император Ханьский Уди, он и долго правил, и много что сотворил. – Ключевая фигура. – Ключевая фигура. Причем, вот, например, у нас в энциклопедии нашей он освещен аж в трех томах. Как исторический персонаж в историческом томе, как персонаж, связанный с развитием китайской религии и мифологии, который, значит, о нем апокрифы существуют. Считается, что он там с богинями встречался. Вот есть сообщение о том, что он был с владычицей Запада, богиней, встречался. Она его посещала. Вот боги посещали его. Он представлен специальной статьей в томе «Религия и мифология». И как поэт и литератор он представлен в томе «Литература». Вот о нем известно, например, что он, скажем, когда в 109 году до новой эры обрушились берега Хуанхэ, и нужно было их восстановить, туда призвали тысячу рабочих. Этот, значит, пышный император пришел туда и стимулировал работу тружеников чтением собственных стихов. Вот такой замечательный пример. Я не знаю, где аналогии для этого можно найти. Чудесная эпоха, что называется. Или он известен как автор одного просто загадочного стихотворения, короткого стихи о бассейном ветре, которые так написаны, что непонятно. Он там грустит о неком потерянном друге. Кто этот друг? То ли это его соратник-сподвижник, то ли это любимая женщина. В общем-то, так искусно написано, что это позволяет этого достичь еще особенности китайского языка, где нет категории рода грамматической. Но вот такой любопытный персонаж. И как политик, наверное... Ну, безусловно, безусловно. Это политик, который открыл Запад. Собственно, при нем был открыт Великий Шелковый Путь. Великий Шелковый Путь. Караванный путь, длиной свыше 6000 километров, соединявший Китай с Европой. Начал действовать во II веке до н.э. И проходил через страны Центральной Азии, Среднего и Ближнего Востока. По нему из Китая на Запад доставлялся в первую очередь шелк. В обратном направлении – шерсть и серебро. Также через Великий Шелковый Путь проникали идеи христианства, буддизма и ислама. Китай начал контактировать вот с... С Древним Римом. Ну, и аж с Древним Римом. Потому что, скажем, буквально через два или три года после начала его царствования, он направил экспедицию, вот знаменитую экспедицию, его называют генералом Джан Циане. Джан Циане. Да, Джан Циане. То есть, это вот ключевая одна из фигур этой эпохи. Очень интересный персонаж. В общем, человек, который... Все началось довольно забавно. То есть, китайцы прослышали о том, что у их заклятых врагов Сюнну или Хунну, которые потом, собственно, и стали гуннами, да, и себя показали славно и на наших, так сказать, европейских территориях. Так вот, у них появились тоже враги, тюрки, которые там назывались Юэджи. И китайцы, которые очень любят решать проблемы, значит, вынимать каштаны чужими руками. Вот я уже поминал, что, скажем, они там одних паразитов истребляли с помощью других паразитов, так сказать, на полях. Они решили, значит, побудить этих Юэджи продолжить эту деятельность. А те, значит, казнили какого-то плененного или убитого в бою вождя Сюну и, значит, сделали из его черепа, буквально как у нас, сосуд и пили вино. Вот это им очень понравилось. И решили отправить туда, так сказать, для заключения соглашения с врагом, своего врага, вот этого вот генерала. А он туда отправился, потому что он хотел возрасти в чинах. Он польстился на карьеру. И с группой в сто человек, и, по-видимому, переводчиком, каким-то верным рабом туда отправился. Ну, естественно, его в скорости эти Сюну пленили. И он у них провел в плену аж 10 лет. Ну, там ассимилировался. Он был такой видный мужчина, храбрый человек и, в общем, высоких моральных качеств. К нему отнеслись, соответственно, женили его на местной женщине. В общем, он там себя неплохо чувствовал. Вот. И кочевал с ними. Через 10 лет он бежал. Но, интересно, двинулся не назад, в Освояси, в Китай, а продолжил движение на запад. И добрался до Ферганы, где, значит, там увидел миллионный город и вообще всякие чудеса. Собрал сведения о всех, так сказать, близлежащих народах, включая вот и Рим, между прочим. И потом уже стал возвращаться. Ну, на обратном пути в Китай опять попал в плен. Естественно, к тем же самым Сюну. Вот. Ну, и все-таки, так сказать, сумел там через год выбраться. И по прошествии 13 лет уже без, по-видимому, без жены, а только вот с этим, так сказать, одним человеком, и все 100 его сопровождающих тоже где-то там расселись, вернулся, значит, в Китай. Ну, был с почестями принят. Ну, не так, как у нас, так сказать, посидевшие там в тяжелые годы, да, отправлялись сразу туда, куда Маккар Телят не гонял. Да, его нет, он был принят очень хорошо. Значит, получил свой чин. Вот дальше он опять воевал в Сюну. Ну, не вовремя явился к назначенному месту битвы, за что был приговорен к смертной казни. Ну, вот характеристика эпохи. Другие отношения, уже такой вот протокапитализм. То есть, казнь была заменена простым разжалованием в простолюдины. Потом он превратился вдруг опять из генералов в простолюдин. Этот же Уди, с другой стороны, значит, жаждал, чтобы вот этот генерал привез ему из Запада, из вот Средней или Центральной Азии неких скокунов с кровавым потом. Вот эти знаменитые ферганские скокуны, но они не просто тем хороши, что на них скакать можно. Кстати, именно в эпоху Хань китайцы начали ездить верхом. До этого, как вот мы говорили, они воевали на колесницах, да. А теперь у них появилась конница, ну, отчасти наемная из вот этих вот всех племен, отчасти своя. Вот. Поэтому потребовались кони. Но императору нужны не просто кони. Ему нужны были божественные скокуны, с помощью которых он бы мог в лучший мир прискакать. То есть, вот в божественные иные возвышенные сферы. И он, в общем, интересовался и там, и тут. Тут надо сказать... Сейчас, да, я вот замечу одну вещь, вот одну тонкость, с которой я, собственно, начал. Вот Марк Юрьевич сказал о том, что он начал правление в 140-м году до Новой Эры. Это не совсем так. На самом деле он начал править в 141-м году до Новой Эры. В 15-летнем возрасте. Но почему вот мы встречаем часто это число? Потому что по китайской системе указания правлений, правление обозначается с эры или девиза правления. Так же, как и дни рождения китайца, тоже считают вот по календарному году. Это вот, опять же, некоторый штрих, который показывает, что личная жизнь, частные истории, они вмонтированы в космическое время. А вот эта система, которая потом существовала, так сказать, всю империю, обозначение неких эр правления или девизов, была введена именно при УДИ. И это связано как с развитием науки, так и с развитием неких религиозных представлений. Помимо всего оговоренного, эта эпоха, то есть, от конца 3-го века, когда Хань начинается от Любана и вот до УДИ, отличается очень активным поиском, как мы сейчас бы сказали, религиозной идентичности. Значит, с одной стороны, вот повторяю, что науки развивались, искусства процветали. Кстати, вот об этом мы тоже поговорим. Все основные искусства китайские возникли именно тогда. А с другой стороны, правители искали активно вот китайскую идею, что называется. Мы это можем понять и по той обстановке, которая нас окружает сейчас. И, естественно, первое, что ищется, это религиозные представления. Они до того, они были очень сильно подорваны, традиционные представления. Подорваны сверху. То есть, в народной массе, естественно, они всегда существовали. Почему? Потому что, с одной стороны, до этого, так сказать, верховодители были вождями, идеологическими властителями дум конфуцианцы, в общем, настроенные по отношению к религии скептически. А религиозные муисты были просто истреблены. А Цинь-Шухуан руководствовался просто макевиализмом, таким циничным, представленным школой легизма или законников. А вот, так сказать, настоящая религия, она сохранялась в традиции даосизма. И, собственно, даосизм, он иногда и называется национальной китайской религией. Или в Китай был привнесен буддизм, который, опять-таки, появился в эпоху Хань. И потом ханьские императоры, собственно, их соединили вместе, даосизм с буддизмом. Вот, так сказать, в некоторую такую парочку. А когда началось правление Любана, значит, первые действия такого культурного порядка и объединяющего нацию состояли в том, чтобы создавать или реанимировать древние культы. Вот 2005 год до новой эры. Еще вот не пришел тот знаменательный 2002 год, когда он полнотой власти стал располагать. Значит, восстановление древнего культа горы деревьев, горы рек. Указ 2001 года. Вводятся государственные обряды. Причем призываются маги. Вот что интересно. Значит, вот эти маги ум, которые приносят жертвы небу и земле, владыке Востока и так далее. Вот такие первые государственные указы. Дальше. 197 год. Везде по стране декретивно сооружаются алтари Хоу-Дзи. Хоу-Дзи – это такой вот полубожественный, полу, так сказать, мифологический, исторический персонаж. Царь Проса переводится у нас так. То есть, Хоу – это некий такой титул владычества, правления, а Дзи – это Проса. Значит, напоминаю, что династия Хань стала себя идентифицировать с династией Джоу, которую поругала предшествующая династия Хань, Тинь. И вот Проса, как мы помним, это символ севера, потому что символ юга, откуда, кстати, из чу вышел Любан, там рис. Значит, поклонение Просу, Хоу-Дзи – это поклонение северным конфуцианским ценностям. Восстанавливается культ предков. Ну, Любан, естественно, начни с себя, принцип «начни с себя» тут действует. В данном случае он культ собственного отца, еще при жизни. Любан или Цивзи? Любан. Любан начинает, значит, учреждать культ собственного отца. Значит, он придает ему титул следующий – великий, высочайший император. То есть, использует термин «хуан», который, вообще-то говоря, относился к мифическим, просто идеальным императорам древности. Так он его возвеличивает. В 197 году он уже посмертно для отца устанавливает его храм в столице. И, соответственно, в развитии этих процессов, в 195 году, когда он сам умирает, аналогичные храмы уже самого Любана учреждаются по всей стране. Дальше. Он восстанавливается, система посмертных храмовых титулов. То есть, при Цинь-Шухане это все отменилось. Там их просто номеровали для порядка императоров. А здесь их начали посмертно именовать. Причем, опять-таки, эта традиция сохранялась на всю китайскую историю. И мы, собственно, этих императоров в основном и знаем по этим посмертным именам. Но при Хань они были такие пышные. Потом они стали такие компактные и краткие. А при Хань, вот они, так сказать, приведу пример. Сам этот Любан был назван великий предок высочайшей августейшей владыка. То есть, он, августейший владыка, это тот парный термин, который, собственно, ввел для себя его предшественник уже по Цинь-Шуханде. А Уди, о котором мы сейчас говорили, значит, стал почитаемым в мире почтительным сыном, воителем, августейшим владыкой. Ну, и он, в итоге, он стал, кроме того, что, так сказать, почитаемым в конфуцианской историографической традиции, он стал божеством даосского и народного пантеона. Ну, недаром, потому что, опять к нему возвращаясь, он, помимо того, что такие вот политические экспедиции, так сказать, отправлял с конкретными ясными целями, он, значит, занимался поиском бессмертия. Вот это знак крена в сторону даосизма, потому что это центральная, основная идея. А бессмертие где искали? Значит, в китайской вот такой системе там все парно. Или это запад, вот где вот это владычица запада, Сиванму, обитает? На горе Кунь-Лунь, священной горе Кунь-Лунь. Вот, кстати, Джан Тянь установил научный факт, что, значит, Хуанхэ берет свое начало не там, не со священной этой горы, а, то есть, это горы. А с другой стороны горы на западе, с другой стороны на востоке воды, то есть, это океан, море, и там, значит, плавающие острова и остров Пэнлай, это китайский рай, на котором, значит, всякие самоцветы, ароматы, и обретаются там бессмертные. И вот, значит, в 126 году туда начали снаряжать экспедиции. Помимо Центральной Азии, куда распространилось влияние Китая, и, может быть, даже не столько Рим рассматривался в качестве союзника Фергана, сколько Парфия и Бактерия, которые были очень важны, и в Центральной Азии у китайцев могло быть два пути, северный и южный. И южный как раз через провинцию Юнан, через Бирму, через Индию очень сложный, но попытки пройти через него в Бактерию напрямую, они привели к каким-то географическим открытиям, расширениям исторического кругозора, знакомствам с другими странами, и, естественно, перенятие у них каких-то предметов материальной культуры, элементов одежды, музыки, культуры и так далее. И есть важны еще два направления, о которых нельзя не упомянуть. Это Корея, корейский полуостров, и именно в правлении Уди в 111 году китайские войска захватили северную часть корейского полуострова, там возникли китайские округа, и таким образом из бассейна Хуанхэ китайское государство вышло далеко на север. И таким образом стало охватывать земли Сюнну, территорию в верхней части Хуанхэ, Ордоса и Монголии с двух сторон, запада и с востока. И южное направление тоже было очень важным. Уди удалось в 110 году до нашей эры захватить земли собственно Южного Китая в провинцию Гуандун. Мы знаем города Гуанчжоу, Гонконг. В районе Гуанчжоу находилась столица вьетского государства Нань-Юэ или Нам-Вьет по-вьетнамски. Современное название Вьетнам. Таким образом, вся территория Китая была современного Китая. И даже немножко больше вошла в состав этой империи. И говоря о быте и повседневной жизни, здесь, конечно, больше всего сведения у нас о повседневной жизни, с одной стороны, это столичного чиновничества. И благодаря археологическим раскопкам, погребениям, которых очень много, воссозданы элементы одежды, воссозданы мир вещей, который окружал этих людей. И одно из самых таких потрясающих впечатлений от просмотра археологических журналов возникает тогда, когда в предшествующие периоды мы видим культуру отдельных царств. И это разная керамика, разное оружие, разные вещи. А Хань, мы действительно видим, что унификация достигла разных сторон жизни. И керамические изделия, в первую очередь, что сохраняется в раскопках очень хорошего качества. И, ну, очень похоже, да, независимо от места находки. Шелк, нефрит, фарфор. Само собой. Ну, вот все эти вещи, они возникли очень давно. Да, и мы помним, что нефрит связан с символами власти и является важнейшим атрибутом знатного человека. И здесь вот вместе с империей и унификацией, да, характерной для империи появляется, ну, не всем. Это ремесленничество, да, когда тиражируются огромными тиражами, одни и те же изделия, и они упрощаются, становятся массовыми, доступными. И в них теряется какое-то изящество и искусность. Вот для хань характерно, мне кажется, это явление, когда нефрит входит в более широкий атрибут, в более широкий обиход, чем раньше. Но не только про нефрит. Одна деталь. Очень важная. Принципиально новое явление с нефритом, связанное при хане. Это одно из выдающихся открытий, опять же, недавних десятилетий. Нефрит стали использовать для создания оболочки мумии при захоронении. То есть масса одинаковых нефритовых пластинок, которые скрепляются золотыми проволоками, ну, естественно, это не для простых людей, это для правителей. И все тело погружается вот в этот скафандр нефритовый. И вот несколько таких найдено. Это уникальное совершенно явление, безусловно, связанное с представлениями об особых качествах нефрита, как священного камня, камня камней для китайцев, который оказывает, ну, такое вот, сохраняющее действие на тело и, так сказать, ну, и возвышающее одновременно. Нефрит в переводе с греческого «почка». Древние китайцы приписывали нефриту пять основных достоинств, отвечающих душевным качествам. Его мягкий блеск олицетворял милосердие, его твердость, умеренность и справедливость, полупрозрачность был символом честности, чистота, воплощение мудрости. А его изменяемость олицетворяла мужество. Старинная китайская пословица гласит «Золото имеет цену, нефрит же бесценен». Кстати, один из наших крупных китаистов, к сожалению, тоже покойный, Игорь Самойлович Лисевич, был пионером такой исторической уфологии. Вот, и, значит, эпоха Хан еще чем отличается? Сейчас я скажу, почему. То есть, это человек, который писал статьи о том, что, значит, китайские исторические памятники, вот, прежде всего, ханьские, зафиксировали прилеты, значит, инопланетян. На чем он основывался? Основывался на том, что в хрониках действительно много сообщений о полетах и прилетах драконов. И вот впечатление очень странное. То есть, эти драконы, они, ну, выступают как какие-то такие вот бытовые существа. То есть, вот, не видишь удивлений. То есть, это не сказки, не миф, а вот такие вот протокольные исторические записи. Ну, грубо говоря, это вполне объяснимо. Все-таки речь идет о хрониках. И действительно, дракон, как символ императорской власти, всегда был знаменем. Лисевич, литературовед, человек творческого мышления. И, на мой взгляд, отношение к летописи, как к некому сакральному тексту, который писался для очень узкого круга людей, в такого рода размышление, очень оригинальное, был немножечко упущен. Да, ну, конечно, извините, я только вот немножко отвлекся. Я хотел сказать о том, что вот и памятники вот замечательной культуры Чу, о которой мы много говорили в прошлый раз, и вот эти вот все терракотовые фигурки в прекрасном совершенно виде представлены в огромном, шикарном музее, историческом музее в городе Ухань. Вот мы про этот Ухань знаем благодаря там мосту через реку Янзы, построенному с помощью советских специалистов в 50-е годы. А вот сейчас он, по-моему, в основном славен вот этим вот колоссальным, поразительно интересным музеем. И там это сделано очень здорово. То есть, реконструированы просто вот эти вот раскопанные могилы, и сверху, под стеклом, значит, можно все это видеть вот в такой конкретике. Это очень действительно интересно, потому что немножко южнее озера Туньцентху, в районе города Чанша, то еще в 50-е годы были раскопаны изумительные по своей сохранности гробницы местных правителей. И благодаря тому же особому состоянию почв, которые позволили сохранить весь сопровождающий инвентарь, там сохранилось большое количество и письменных текстов. И вот когда говорят о западной Ухань, у нас действительно есть уникальная возможность составить достаточно полную картину о всех сторонах духовной, религиозной жизни и научной жизни. Во многом благодаря эпиграфическим памятникам, написанных на планках, на бамбуковых или на деревянных дощечках. Говоря о материальной культуре, мне хотелось еще добавить об играх. Благодаря тем же самым находкам археологическим, одна из любимых игр в таком простонародье, это был такой аналог дротиков, когда в центр ставилась чаша или кувшинчик, и люди с определенной дистанции должны были кинуть такой дротик и попасть туда. Была известна уже игра, вот эти облабные шашки, да, то, что мы знаем под японским названием «Го». И были некоторые другие настольные игры. Ну это очень сложно, как мне кажется. Конечно, она родилась еще в предшествующий период, борющихся царств по всей видимости, именно как попытка осмысления вот этой политической реальности воин всех против всех, да, когда есть необходимость захвата территории, и вот противники, соперники обманывают друг друга, занимая в самых разных местах доски пространство, вдруг оказывается, что он окружает совершенно незаметно для своего противника. Это очень, конечно, сложная вещь. То есть я это видел, но понять, как это делается... Это очень интересно, потому что за этим стоит еще особое мышление. Мы же привыкли к шахматам, да, позиционной борьбе, когда одна армия стоит против другой армии, и ход за ходом можно, добиваясь преимущества, занимая определенные поля, да, а в конце концов нанести удар, да, по основным фигурам или по царю, по королю. А королю здесь совершенно другой подход, да. Это больше на мину похоже. Да, в разных местах, и нужно постичь замысел своего соперника, да, угадать, где будет следующий ход, и какую часть территории он захочет занять. И когда мы... Все-таки шахматы – это математика, это какие-то законы, да, это можно выучить ходы и партии. Ну, потом шахматы – это линейная игра, фронт против фронта, а здесь этого нет. И мы видим в одном месте, да, потом в противоположном, потом вдруг рядом. И это действительно отражает и мышление того времени, но во многом связанное с мышлением современным. А в шахматы они не играли тогда? Шахматы возникли несколько позже, но тоже была игра похожая на шахматы, она, значит, очень широко распространена. Там как раз воюют между... Говорится, что в Индии шахматы были еще до нашей эры. Это сложный вопрос, обсуждается специалистами, кто у кого заимствовал. То есть, китайские шахматы, они отличаются от индийских, но принципы общие. И кто первый, это вот вопрос нерешенный. А чем? Количеством фигур, количеством полей? Ну да, там они потом ставят тоже не на клетки, а вот там так же, как на пересечении. На пересечении, да. Я еще хотел обратить внимание на один факт. В этот промежуточный от Любана до Уди период было введено важнейший обряд, начал исполняться, вот императорский, это делал император, обряд пахоты поля. То есть, император открывал год, первый день Нового года, сам лично выходил, вот император выходил, читал стихи, а тут вот он, значит, это был важнейшей такой мироустроительной функцией императора. Вот в эпоху Хань всего три раза исполнялся вот такой обряд в разные времена. И вот это обращение, повторяю, к природе, оно было связано с тем, что тогда же активно стала развиваться вот эта теория взаимодействия между космосом и социумом, между стимулом и реакцией, откликом неба на действия людей и связь через благие и злые, вредные знамения. Вот это важнейший компонент всей китайской теории и историографии, между прочим, потому что китайские летописи или исторические сочинения, они чем еще интересны? Я подчеркиваю этот момент. Мы знаем наши выдающиеся исторические сочинения, Крамзина, Соловьева, Ключевского, но представьте себе эти труды, в которые инкорпорированы просто научные трактаты. Ну, для нас это непривычно. А здесь это норма и стандарт. И более того, само историческое описание во многом опирается на фиксацию природных явлений, которые рассматриваются как знамения, благие или неблагие. То есть, что имеется в виду? Действительно, космические или атмосферные явления. То есть, солнечные лунные затмения, кометы, ну и разные, так сказать, свечения и все такое прочее. Причем, как выяснили специалисты, начиная с 50-х годов, это стало изучаться на Западе, вот такой Блинштейн был одним из пионеров, Бодде тоже, которые установили, что в записях не все фиксируются события. Ну, те, которые мы легко знаем. То есть, историческая астрономия, в общем, может вычислить, когда реально происходили эти события. То есть, с одной стороны, это очень важно и интересно для того, чтобы действительно соотносить с точными датировками китайские записи. И это делается. В этом смысле они очень точны. А с другой стороны, вдруг оказывается, что что-то отмечено, а что-то нет. И потом выясняется, что фиксация этих событий носила историосовский и просто политический смысл. То есть, это была форма критики императора. То есть, если тот, кто делал запись, хотел императору сказать, что он что-то не то совершает, он так, так сказать, и делал. Вот он записывал, что произошло такое событие. Это означало, что нарушается гармония, правильный оборот информации между небом и землей. Вернемся к нашему, так сказать, почтенному императору Уди. Он ведь еще прославился чем? Тем, что в 104 году до новой эры ввел, собственно, первый такой исторический календарь, который был назван Тай-чу, то есть, Великое Начало. То есть, до этого были известны, естественно, китайцам календари, но они связывались с именами разных мифических императоров прошлого. И, в общем, они не были, так сказать, официально декретированы. А вот при Уди это произошло. То есть, было выбрано, значит, по определенным параметрам астрономическим и хронологическим день, значит, когда совпало зимнее солнцестояние, первый день 11-го месяца и начало шестеричного цикла для дней. При этом выбран был, это важная деталь, выбран был 11-й месяц, а не 1-й, не 12-й и не 10-й, как в других календарях. 10-й был у предшественника Цинь-Шихуанди. Я уже обращал на это внимание, что как образование КНР, прямо с 1-го октября. Вот он предвидел. А здесь именно с 11-го, как было в династии Джоу, там считалось, что вот календарь династии Джоу, то есть, опять это очередной символ, отсыл к вот этой идеальной династии Джоу. Значит, китайцы знали уже Метонов цикл. То есть, примерно уже в 600-м году до новой эры был известен этот цикл, который получил имя Грека Метона, который, в свою очередь, жил лет на 160-200 позже вот этого времени. Что такое Метонов цикл? Это форма соотнесения солнечного года и лунных месяцев. Вот это некоторая форма совмещения лунного и солнечного календаря. И она вот была, это 19-летний цикл. То есть, китайцы первыми, вообще-то говоря, придумали високосный год. То есть, они придумали, как вот совмещать эти циклы, вставляя вот такой эмболисмический год. И деля, в свою очередь, месяцы на 30-дневные и 29-дневные. Поскольку лунный месяц, он 29 дней с четвертью. Кстати, именно при Хань и начали вести переписи систематически. Мы в прошлый раз говорили, что там считали семьи. И по статистике получается, что средняя статистическая семья – это 5 человек. Ну, а количество, ну, в общем, видимо, где-то в районе 50-60 миллионов на уровне нулевого года. То есть, крупнейшая по населению и в то время страна в мире. Да, безусловно. Но вот, кстати… При этом могу добавить, что считали же только те, кто платит налоги. Да, то есть, могло быть реально больше. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова